Июль 1947 года. Розвелл, Нью-Мехико. Многие люди верят, что обломки, найденные вблизи этого небольшого городка, фрагменты НЛО. Многие годы шли бурные дискуссии по поводу того, что же здесь на самом деле произошло в ту летнюю ночь. Сегодня бывший офицер военной разведки США сделает важное заявление. Он считает, что реальностью являются не только НЛО, но и то, что военные США используют передовые технологии инопланетян. Он знает об этом не понаслышке, так как держал фрагменты технических приборов в своих руках и видел тела инопланетян, погибших при крушении в Розвилле. День после Розвилла Лето 1947 года. Майор Филипп Корсо патрулировал военную базу в Форт Райли, штат Канзас, когда столкнулся с тем, что бросило вызов всем его представлениям о земле и небесах. К тому времени Корсо сделал неплохую карьеру. Он был уважаемым офицером разведки и командиром расчета. Корсо в буквальном смысле держал палец на ядерной кнопке. Но он готов поклясться, что в одном из ящиков в заброшенном здании на пустыре находилось существо с другой планеты. Рассказ о событиях того дня, а также другие откровения на этот счет, Корсо поместил в книге, названной «День после Розвилла». Она вышла в свет в 1997 году и сразу попала в списки бестселлеров в «Нью-Йорк Таймс». Во время презентации книги к нему подошли пять полковников. Они подтвердили достоверность всего, описанного моим папой. Корсо умер в 1998 году, но материал, опубликованный в его книге, до сих пор является предметом споров. Сегодня впервые будет рассказана история его военной карьеры и представлены сенсационные материалы относительно НЛО. 1942 год спустя после нападения на Перл-Харбор. Филиппа Корсо, парня из маленького городка в Пенсильвании, призвали в армию. Во время Второй мировой войны он становится офицером разведки, а затем, в возрасте всего 29 лет, контрразведчиком в Риме. В его задачи входило разыскивать и уничтожать советских агентов. После того, как армия американцев вошла в Рим, они хотели быть уверенными, что после войны правительство будет дружественным, а не коммунистическим. Это была достаточно серьезная ступенька в карьере. Корсо считался очень перспективным человеком. Очень перспективным. К апрелю 1947 года Корсо вернулся для переподготовки в школу разведки армии США в Форт-Райли. Три месяца спустя, в июле 1947-го, наступила та судьбоносная ночь, которая перевернула всю его жизнь. Тридцати двухлетний Корсо был дежурным офицером на посту. На нем лежала ответственность за безопасность базы. Тем вечером в Форт-Райли стали распространяться слухи. На базу в Канзасе прибыло пять грузовиков с обломками некоего загадочного воздушного объекта, упавшего в розвилле Нью-Мехико. Корсо, как настоящего разведчика, заинтриговал этот груз. Как рассказывает Корсо, около 11 часов вечера он вошел в здание, где хранился груз из розвилла. Дежурный охранник рассказал, что он уже заглядывал в один из ящиков, но так и не смог понять, что же там лежит. Тогда Корсо решил взглянуть на это сам. Он увидел ящики, похожие на гробы. Они были такие маленькие, как будто детские. Но он не мог разглядеть деталей, и он приподнял брезент. То, что там находилось, было похоже на крупное тело гуманоида, с такой большой головой и глазами. Тело напоминало человеческое, но было не настолько длинным. Как говорил Корсо, это была его первая встреча с внеземной цивилизацией, и не самая впечатляющая. Позднее ему в руки попали совершенно секретные материалы и внеземные артефакты, по его утверждению породившие новый мировой технологический взрыв. Но в 1947 году до этих событий оставалось еще десятилетие. В 1950 году, в период Корейской войны, догадки Филиппа Корсо о внеземных существах были подтверждены новыми фактами. Корсо присоединился к штату генерала Дугласа МакАртура в качестве специалиста ООН по планированию нанесения артиллерийских ударов. После перемирия 1953 года он остался в Азии в качестве офицера разведки, занимавшегося репатриацией американских военнопленных. Я познакомился с Корсо, поскольку он был офицером целевой программы по делам военнопленных в дальневосточных войсках у МакАртура. Позже он занимался тем же самым в Совете национальной безопасности в качестве штатного офицера у Эйзенхауэра. Согласно записям в военных архивах, в июле 1953 года Корсо произвели в чин подполковника. Корсо говорил, что он был доверенным советником президента Дуайта Эйзенхауэра, и по его утверждению именно он проинформировал президента о растущем проникновении КГБ в ЦРУ. Корсо просто кричал об этом Эйзенхауэру на Совете национальной безопасности. Корсо утверждал, что Эйзенхауэр назначил его командиром своего личного боевого подразделения в знак признательности за заслуги перед страной. В 1957 году Корсо стал командиром артиллерийского батальона на ракетном полигоне «Красный каньон». К октябрю того же года Корсо стал командовать дивизионом в Западной Германии. Он разрабатывал новые стратегии выбора целей для ядерных ударов. Он доказал всем, что может подчиняться приказам, но проявлял инициативу. Он ведь был командиром батареи ядерного оружия. И если бы в 50-е годы, когда Корсо служил в Германии, началась война с Советским Союзом, он бы принимал единоличные решения о применении ядерного оружия, ведь оно находилось в его ведении. Но после возвращения из Германии в карьере Корсо произошел крутой поворот. Талантливый офицер разведки, бесстрашный контрразведчик и артиллерийский командир, под контролем которого находилось самое мощное оружие в мире, неожиданно становится резервистом в Национальной Гвардии. С октября 1960 года Корсо фактически ушел в отставку. Он служил неполный рабочий день советником подразделения Национальной Гвардии. Можно, конечно, подумать, что кто-то был им недоволен, что он в чем-то не дотягивал. Но сторонники Корсо полагают, что его готовили к самой важной и самой секретной миссии. Теперь его карьерой управлял человек, имевший огромный вес. Это был Артур Трудо. Филипп Корсо приобрел могущественного наставника в лице генерал-лейтенанта Артура Трудо. Закончив Вестпойнт, в 1924 году Трудо быстро заработал репутацию офицера, мыслящего с перспективой на будущее, хорошо разбирающегося в высоких технологиях. В годы Холодной войны он в числе первых начал обучать офицеров разведки технологиям. В 1958 году его назначили руководителем научно-исследовательской работы в вооруженных силах. Когда у Трудо появилась необходимость помощники, он выбрал Корсо, и таким образом его карьера началась. Когда генерал позвал меня, он сказал, что организует отдел по иностранным технологиям и назначает меня его руководителем. Этот момент в военной карьере Корсо легко проверить, заглянув в архивные записи. Вот смотрите, он действительно работал в Пентагоне. Его офис был здесь. У меня есть список личного состава. Он работал на генерала Трудо. Но после назначения Корсо в Пентагон проследить по архивам его карьеру становится сложнее. Его заявление подтвердить достаточно трудно. Корсо писал, что его работа в Пентагоне была связана с анализом добытой информации по иностранной военной технике, такой, как, например, французское вертолётное вооружение или британские технологии по созданию истребителя с вертикальным взлётом и посадкой. С его участием эти технологии воссоздавались от начала и до конца. Военные годами вели целый ряд проектов, в которых технологическое оборудование противника исследовалось американскими учёными. Так что одной из задач Корсо было изучать эти иностранные технологии, например, французские, и воссоздавать их. И если попадалось что-нибудь интересное, это вводилось в нашу собственную технологическую программу. Воссоздание технологий играло большую роль в шпионаже времён Холодной войны. Советский Союз использовал захваченные военные реактивные самолёты США, чтобы воссоздавать американские технологии, и США использовали советские МИГи в тех же целях. В повседневную работу Корсо входило изучение иностранных технологий, но вскоре всё изменилось. В июле 61-го года, по утверждению Корсо, генерал Трудо вызвал его к себе в офис и отдал необычный приказ изучить технологии, полученные в 1947 году на месте крушения инопланетного космического корабля в Розвилле, Нью-Мехико. У Трудо была картотека, которую он передал Корсо для изучения. В ней находились неоспоримые доказательства посещения инопланетянами Земли и существования инопланетных технологий, которые, как утверждал Корсо, могли бы изменить весь мир. По утверждению Филиппа Корсо, в 1947 году он видел тела инопланетян, погибших в крушении недалеко от военной базы в Розвилле, штат Нью-Мехико. Описание Корсо совпадало со свидетельствами тех людей, которые, по их словам, видели крушение собственными глазами. Они говорили, что эти маленькие инопланетные существа, похожие на людей, имели четырехпалые руки, тонкие ноги и ступни, непропорционально большие головы и крупные миндалевидные глаза. Такие описания не случайно появились в секретных материалах, собранных в результате правительственного расследования. До сих пор не установлено происхождение этих документов. Корсо настаивал на том, что он никому не рассказывал об увиденном в Форт-Райле. Летом 61-го года 46-летний подполковник был прикреплен к Пентагоновскому проекту, который заставил его вновь обратиться к событиям давних лет. Он был направлен возглавлять научно-исследовательские работы в Пентагоне, где получил должность со множеством серьезных полномочий. И знаете, главной целью Корсо было добиться военного превосходства США в десятки раз. Мы были уверены, что сделаем это. У нас была организация, у нас были деньги, у нас были мозги. По словам Корсо, в период Холодной войны правительство было озабочено тем, что русские могут получить доступ к инопланетным материалам. Или, что еще хуже, инопланетяне воспользуются своими мощными технологиями, чтобы вторгнуться на Землю. Корсо утверждал, что обычный картотичный шкаф содержал экстраординарные артефакты с места катастрофы в Розвилле. Кусок суперпрочной металлической одежды. Возможно, она защищала внеземных пилотов в их космическом корабле. Стержень, который, по-видимому, стрелял прожигающим красным лучом. Корсо считал, что это мог быть либо хирургический инструмент, либо оружие. Инопланетный шлем, который, скорее всего, использовался для передачи мысли или для управления космическим кораблем пришельцев. Набор миниатюрных электросхем. Возможно, это была готовая к использованию заготовка микросхемы. Гибкая проволока, которая передавала свет через свою сердцевину. И линзы, которые позволяли любому видеть в темноте. Предположительно, они были извлечены из глаз инопланетных существ. Чтобы лучше разобраться с загадочным содержанием картотичного шкафа, Корсо, по его словам, погрузился в секретные правительственные документы, в которых сообщалось об инопланетных технологиях, обнаруженных в Розвилле. Согласно отчетам, которые по утверждениям Корсо он читал, некоторые из самых выдающихся ученых мира, такие как Вернер фон Браун и Роберт Оппенгеймер, имели доступ к розвилльскому месту крушения. Корсо говорил, что генерал-лейтенант Трудо дал ему карт-бланш на подбор собственной команды. О, я мог включить в эту команду кого хотел, инженеров, ученых, и даже, и это была моя просьба, немцев. Да, я просил взять также нескольких немцев. Основываясь на тщательном изучении отчетов по Розвиллу, Корсо разработал свою собственную теорию принципа функционирования инопланетного космического корабля. Подполковник Корсо считал, что космический корабль может совершать прыжки. Он не долетел откуда-то там до Земли, он к нам прыгнул. И еще он говорил, что вокруг космического корабля существует некая волна, которая позволяет ему быть не столько космическим кораблем, сколько машиной времени. Поскольку, чтобы преодолеть такое огромное расстояние, корабль должен был выйти из того, что мы понимаем в физике, подпространственно-временным континиумом, выпасть из него и неожиданно возникнуть в новой точке. В личных блокнотах Корсо есть эскизы, наглядно подтверждающие его концепцию. Он предполагал, что корабль пришельцев управлялся с помощью телепатического головного шлема, облегающего череп этого существа. Кажется, можно было поворачивать головную повязку, совмещать ее датчики с различными областями мозга и с возникающими образами. В начальной стадии исследований была закончена. Корсо настаивал на том, что готов перейти к следующей фазе. Он собирался передать инопланетные технологии, вышедшие из Розвилла, некоторым специалистам для дальнейшей разработки. Только представьте себе, что бы произошло, если бы космический корабль потерпел крушение на Земле, и землянам стали бы доступны фрагменты инопланетных технологий. И вот кто-то типа Корсо обнаруживает их и раздает в исследовательские лаборатории. В результате, как утверждает Корсо, действительно произошло полное изменение самых передовых технологий на Земле. В начале 60-х годов американская военная мощь была направлена на победу в Холодной войне. Подполковник Филипп Корсо хотел задействовать в этой борьбе технологии пришельцев, полученные в Розвилле. К концу лета 61-го года, как утверждал Корсо, он стал контактировать с военными лабораториями по поводу инопланетных артефактов. Так вот, с военными лабораториями сотрудничали также и гражданские ученые, которые обрабатывали секретный материал. Филипп Корсо чувствовал себя очень удобно, работая с гражданскими учеными через армейские лаборатории, потому что допуск к секретным работам – это была забота самих лабораторий. В Америке немало высокотехнологичных лабораторий, где гражданские ученые работают по засекреченной военной тематике. Лос-Аламос – место, где реализовывался Манхэттенский проект. Это, возможно, самая известная лаборатория такого рода. В 61-м году Форт Бильвуар в Виргинии в рамках десятилетнего проекта разрабатывал системы ночного видения. Корсо утверждает, что это была первая лаборатория, в которую он передал внеземные технологии. Я хочу сказать, что Корсо не мог заявить об этом во всеуслышание. Чтобы все поняли, насколько это важно, надо было целенаправленно идти туда, где разбираются во всех этих технологиях. По словам Корсо, розвельские свидетели сообщали о том, что корабль инопланетян использовал технологию так называемого усиления образа. Если кто-то входил внутрь корабля и оглядывался назад, то внешний мир выглядел так же ярко, как днем, даже если все происходило ночью. Согласно Корсо, существуют также линзы, вынутые из глаз инопланетян, которые обладают способностью усиливать яркость. Неизвестно, насколько эти две характеристики связаны между собой, но Корсо считает, что их потенциальная ценность неоспорима. По утверждениям Корсо в конце лета 61-го года, он показал исследователям Форт Белвуар эти усиливающие яркость линзы и другие технологии с места крушения в розвеле. Это была такая технология, развитие которой, как мы полагаем, можно легко проследить в ретроспективе вплоть до Второй мировой войны. Мы можем видеть, как она развивалась буквально в геометрической прогрессии на протяжении всех этих лет. Так вот, можно ли, как говорит Корсо, отнести это насчет розвельских находок? Но, по его мнению, это именно так и было. Корсо говорил, что он был не в состоянии самостоятельно развивать технологию интерфейса, посредством которого инопланетяне мысленно управляли кораблем. Дело в том, что аппарат работал только во взаимодействии с мозгом инопланетянина. Но эта неудача не помешала разработке другого розвельского артефакта. У нас также был обуглившийся чип. Маленький предмет, может быть, 20-50 квадратных сантиметров по площади. И из него выходили два проводка. А в центре была маленькая-маленькая впадина с тонкими проволочками. Мы полагали, что они держали тонкие кристаллические пластинки. Корсо заявляет, что он принес этот предмет в лабораторию Белла, где 14 годами ранее был создан транзистор. По его словам, ученые этой лаборатории оказались в состоянии изучить и впоследствии воспроизвести внеземной микрочип. Что бы произошло, если бы нечто подобное действительно имело место? Я думаю, следующее. За очень короткое время мир бы переменился радикальным образом. Нет сомнений, что после создания интегральных схем в начале 60-х годов именно это и произошло. Электронные устройства от сотовых телефонов до портативных компьютеров стали реальностью. Розвельский микрочип был якобы поврежден в ходе крушения. Но Корсо утверждал, что в его распоряжении есть еще один инопланетный предмет, и он функционирует в полной мере. Он знал из отчетов, что когда люди светили этим предметом вокруг, он вызывал горение там, куда был направлен. Он знал кое-что об этом. Корсо говорил, что он читал секретные военные отчеты, в которых высказывалось предположение, что этот артефакт из Розвела – своего рода режущий инструмент, и он мог использоваться в самых разных областях. На авиабазе Хьюз в конце 50-х, начале 60-х, исследователи работали над тем, чему суждено было стать первым лазерным оборудованием для военной авиации, испускающим и улавливающим лучи. Но у инженеров возникли трудности в создании реально действующего оборудования. Так продолжалось до тех пор, пока, по утверждениям Корсо, он не показал им внеземной режущий инструмент. Процесс действительно ускорился после 60-го года, потому что люди нашли новые пути к созданию лазеров. И по мере продвижения науки развивалась техника. Говорят, что картотечный шкаф Корсо содержал и другие сокровища розвельского клада. Это были стеклянные трубки. Они светились разноцветными огнями. И я отослал их в лабораторию Белла. Именно тогда и были сделаны первые шаги на пути к величайшему открытию, которое есть у нас сегодня. С этого началась волоконная оптика. Многие исследователи НЛО строили теории по поводу того, что космический корабль инопланетян не имел проводов, так как вместо них он был опутан оптоволокном. Сложилось так, что передача информации с помощью света отнюдь не новая технология. Ее появление датируется 1880 годом, когда один из изобретателей телефона, Александр Белл, экспериментировал с установкой, названной им фотофон. Большинство людей никогда не слышали об этом, но в те времена серьезные ученые думали, что фотофон – изобретение более впечатляющее, чем телефон. Фотофон был прибором, благодаря которому вы могли передать голосовой сигнал посредством луча света. Корсо считал, что передавать данные посредством луча человечеству не удавалось, потому что ученые не могли найти способ, при котором луч света огибал бы углы. Но Корсо утверждал, что розвельские артефакты помогли в решении этого вопроса. Они смотрели на это стеклянное волокно и говорили, «Ух ты, свет действительно огибает угол! Как такое может быть?» И потом они пришли к выводу, что это происходит, потому что свет как бы упакован в обертку. Плотирование, упаковывание – это ключевое открытие. Хотя оптоволокно вошло в широкое употребление лишь в 1970-е годы, исследователи НЛО верят, что именно упаковывание в оболочку в этом инопланетном артефакте, то есть наличие наружного покрытия у волокна, которое и передает сигнал, сделало возможным развитие земной оптоволоконной технологии. Корсо также занимался некоторыми любопытными суперпрочными волокнами, которые, согласно его военным отчетам, входили в состав летных костюмов инопланетян. Да, главное, что в этом материале меня поразило, это нить, которую я не мог перерезать даже лезвием. Хотя выглядела она как простая. В своей книге Корсо строит предположение о содержании волокон, входящих в летный костюм инопланетян. Тела инопланетян, вероятно, очень уязвимые, были защищены от невероятных энергетических нагрузок этим суперпрочным материалом. Он каким-то образом создавал защиту, и Корсо говорил, что они не просто надевали костюм из таких волокон, они обматывались им, образуя кока. Корсо заинтересовался, не могут ли эти волокна стать основой для разработки суперпрочных пуленепробиваемых жилетов для использования военными и правоохранительными органами. Корсо говорил, что военные передали материал в Университет Колорадо, чтобы попытаться воспроизвести эту технологию. Как и предсказывал Корсо, в середине 60-х произошел большой прорыв в создании суперпрочных материалов на основе полимерных технологий, того же типа молекул, из которых был сделан тот самый инопланетный материал. В 1965 году был изобретен кевлар, материал, который стал использоваться в пуленепробиваемых жилетах, по мнению Корсо, выносящий более сильный удар, чем инопланетный образец. Нельзя отрицать, что период работы Корсо в Пентагоне совпал со временем технологического взрыва в США. Сторонники Корсо говорят, что инопланетные технологии сыграли здесь свою роль. Но многие видят эту ситуацию совсем иначе. В своем бестселлере «День после Розвилла» подполковник Филипп Корсо утверждал, что он ввел внеземные технологии, обнаруженные в 1947 году в Розвилле, сферу американских военных технологий. Его оппоненты считают, что прорыв 60-х годов не был заслугой одного героя и произошел без участия инопланетян. Мне приятно думать, что одна героическая личность ввела нас в новый мир передовых технологий, полученных от летающих тарелок. Звучит, конечно, здорово. Но, учитывая количество больших научных и исследовательских программ, все происходило совсем иначе. Вот смотрите, программа ядерного двигателя. У нас в ней занято 3,5 тысячи человек. Мы тратим 100 миллионов долларов в год. Это затраты, которые требуются на разработку новой технологии. Так же было и в 50-х. Хорсо утверждал, что переход от теории к практической реализации лазера произошел после того, как ученые исследовали устройство, найденное среди обломков в Розвилле. Но для историков науки это научная фантастика. Лазер — это хороший пример изобретения, которое возникло не одномоментно, когда кто-то после вспышки вдохновения бежит в свой магазин и 15 минут спустя собирает на коленке лазер. На самом деле история лазера началась в 1951 году, когда один физик из Колумбийского университета совершал прогулку по Вашингтону. Его действительно осенило, но изобретение появилось годы спустя. Годы. Этим физиком был Чарльз Таунс. Я проснулся рано утром с каким-то беспокойством в душе по поводу работы. Нам никак не удавалось сдвинуться с мертвой точки. До завтрака еще было время, поэтому я пошел погулять в парк. Вдруг я сказал себе, подожди минутку, мы можем взять молекулы, весь набор молекул, и все в возбужденном состоянии с избыточной энергией. Я вытащил из кармана какой-то конверт и записал цифры. Он тут же приступил к работе над проектом. Ему понадобилось два года и 50 тысяч долларов, прежде чем он смог собрать самый первый лазер, который и лазером-то не назовешь. В первой лазерной установке использовались микроволны, а невидимый свет. Лазер, работающий в световом диапазоне, был создан только в 1960 году, через 9 лет после того, как профессор Таунс набросал свои первые заметки. А что насчет решающей роли инопланетян в этом открытии? Нет, нет, инопланетяне к технологии лазера никакого отношения не имели. Я думаю, конечно, к сожалению, но инопланетяне нам вообще не помогают. В то время как становление лазерных технологий шло медленно и трудно, интегральные микросхемы развивались достаточно быстро. Но самый большой прогресс был достигнут учеными уже гораздо позже, после отставки Корса. Настоящий прорыв произошел в 1971 году, когда парень по имени Тед Хофф придумал поместить весь микропроцессор на одном кусочке кремния. Это был компьютерный чип. И зеленые человечки здесь ни при чем. Главное, что дает интегральная схема, это возможность контролировать поток электронов, или даже в некоторых случаях отсутствие их. Тед Хофф, создатель микропроцессора, начал работать над интегральными схемами в 1968 году. Хофф не согласен с утверждением Корса, что благодаря внеземному чипу с места катастрофы под Розвиллом появилась возможность создать земную версию. И если бы было какое-то крушение, то, скорее всего, были и разрушения. И эти разрушения могут еще более затруднить исследование оборудования. И даже если какое-то оборудование оказалось у вас в руках, то вам, скорее всего, понадобятся подсказки. Если вы видите это устройство, но у вас нет контекста, который мог бы подсказать, для чего оно используется, то у вас нет шансов. Хофф также говорит, что для воссоздания интегральных схем, которые и произошло, по утверждению Корса, в 1961 году, понадобился бы электронный сканирующий микроскоп, а он был изобретен только в 1966 году. Даже сегодня, чтобы рассмотреть это устройство, а оно имеет очень маленькие элементы, вам недостаточно обычного оптического микроскопа. Он вам ничего не покажет. Вам нужно что-то более мощное. Я не думаю, что в то время кто-либо был в состоянии понять, что это такое. Филипп Корса также утверждал, что ученым помогли и его внеземные оптоволоконные кабели. Но историки науки не согласны с его утверждением, потому что создание оптоволоконных технологий требовало постепенного сближения различных отраслей науки, которые происходят на протяжении десятилетий. Эта идея стала по-настоящему актуальной в 65-м году, когда появились лазеры, и люди внезапно осознали, что у оптоволокна существует коммерческий потенциал. Так что вскоре после этого тройка инвесторов запустила проект в Корнинге, и они добились успеха. Создали оптоволокно в 1970 году. Сфокусированный лазерный луч улучшал мощность сигнала. Группа исследователей в Корнинге создала стекловидную разновидность расплавленной двуокиси кремния. Этот сверхчистый стеклянный материал мог передавать гораздо больше информации, чем медный провод. Так оптоволокно стало коммерчески выгодным через 10 лет после того, как Корсо, по его утверждению, ускорил появление этой технологии. Чего реально достигли Дон Кек, Питер Шульц и Боб Маурер, когда работали в Корнинге, так это то, что они придумали совершенно новый способ делать стекло. А больше ничего. Корсо также утверждал, что он стимулировал квантовый скачок в области технологии усиления изображения. Но историки науки говорят, что технологии превращения ночи в день уже десятилетия находились в разработке. Эта область науки развивалась постепенно. Сначала процесса можно отнести к 40-м годам, когда у войск союзников в Тихоокеанской зоне появились усиливающие изображения радарной установки. Первый прибор ночного видения использовал тепловое изображение. Созданный немцами в ходе Второй мировой войны, он с помощью инфракрасных лучей и принимающего устройства преобразовывал тепловую энергию в видимый спектр. Затем, к началу 1960-х, Уильям Спайсер, исследователь оборонного отдела, создал технологии усиления изображения. Ученые Форт Белвуара продолжили его разработки. Усиление изображения не требует никакого дополнительного света и функционирует подобно радиоприемнику, только принимающему и усиливающему световые волны. Сегодня усилители изображения достаточно малы, и их можно носить и в виде очков. Они способны усиливать свет приблизительно в 35 тысяч раз. Ученые приводят довод, что даже если бы у Корса действительно имелся инопланетный усилитель изображения, демонстрация его ученым в 60-е годы не особенно ускорила развитие этой технологии. Необходимый уровень техники достигался очень медленно. Реальное создание приборов ночного видения было во многом результатом по-настоящему блистательных инженерных разработок. И, наконец, сверхпрочные волокна Корса, по мнению экспертов-технологов, появились вовсе не из скафандров инопланетян, а в результате многолетних разработок ученого Стефани Кволик, которая работала в компании Дюпон. В 1965 году она научилась образовывать сверхпрочные цепочки атомов, а к 1971-му Кевлар появился на рынке. Теория о том, что нечто подобное Кевлару было сброшено с летающей тарелки, меня поражает. И, как мне кажется, она звучит оскорбительно для человека, подобного Стефани Кволик, которая вложила огромные силы и годы собственной жизни в невероятный интеллектуальный багаж, чтобы постичь эти секреты природы. Более того, некоторые скептики настаивают на том, что подполковник Корса просто был недостаточно технически образован, чтобы руководить какой-либо программой восстановления технологий. Я читал кое-что, написанное много лет назад, и понял, это не имеет отношения к высоким технологиям. Я работал в General Electric, Вистенхаус, General Motors, TRW Systems, Макдоналд Дуглас, со множеством великих ученых техников. Я сам физик. И в том, что написал Корса, я не увидел ничего, что указывало бы на его знания, навыки, талант, квалификацию. Корсо отвечал на это, что его команда первоклассных ученых помогла ему интерпретировать розвельскую находку. У меня не было специальной подготовки или квалификации для всего этого. Знаете ли, технологии стали весьма сложными, но, к счастью, с нами работали немецкие ученые. Я был знаком со всеми. Те, кто сомневается в личности Корса, задают также вопрос о его звании. Они считают, что рядовой подполковник не мог руководить такими серьезными проектами. Я думаю, очень показателен с точки зрения отношения к нему военных тот факт, что он даже не был полковником, а всего лишь был подполковником, несмотря на все годы службы. Но есть люди, которые говорят, что знают, как работает военная машина США. Они поддерживают Корса. В те дни, знаете ли, подполковник имел намного больше власти и занимал гораздо более высокое положение, чем сегодняшний подполковник. И даже в наши дни подполковники немало знают о важных тактических и даже стратегических целях и операциях. Военные, с которыми по утверждению Корса он работал, говорят, что никакого изучения и развития инопланетных технологий не было. Не существует и никаких докладных записок, директив или каких-либо документов, которые могли бы подтвердить заявление Корса относительно воспроизведения инопланетных технологий. Однако сторонники Корса говорят, что документальные подтверждения отсутствуют по очень веской причине. Среди тех, кто верит, что рядом с Розвеллом произошло крушение инопланетян, существует единое мнение по одному пункту. Американское правительство систематически утаивает правду. Правительство Соединенных Штатов, да и другие правительства по всему миру, из кожи вон лезли, чтобы сохранить этот вопрос в закрытом виде и придать ему ореол таинственности. Филипп Корса говорит, что ему также приходилось сохранять в секрете свою программу восстановления технологий. Мы не могли это обсуждать. Мы принимали какое-либо решение и не могли об этом говорить вне нашего круга. У нас все идет хорошо, у нас имеются полномочия, у нас есть деньги для всяких проектов. Ну, отлично, пусть так оно и будет. Что касается вклада Корса в прогресс науки, скептики говорят, что технология, которую он якобы продвинул, в любом случае уже готова была появиться. В качестве доказательства они приводят управляемую мозгом головную повязку, единственную инопланетную технологию, которую Корса не причислял в примененном на Земле. В ближайшее время эта технология станет реальностью без его помощи. С 70-х годов ученые экспериментируют с энцефалограммами, отражающими излучение мозга, в надежде установить обратную связь и воздействовать на поведение человека. Люди могут использовать основанные на энцефалограммах игры, такие как это, чтобы научиться управлять состояниями своего мозга. Однако технология управления с помощью разума шагнула еще дальше. В 2004 году исследователи получили разрешение на тестирование крохотных мозговых имплантантов, позволяющих инвалидам управлять компьютерами с помощью собственных мыслей. Исследователи НЛО считают, что правительство навсегда покроет завесой секретности факты, касающиеся Розвила. И поэтому такой же тайны останется правда о том, сыграла ли инопланетная технология какую-либо роль в развитии волоконной оптики, сверхпрочных тканей, лазеров, интегральных микросхем или готовых систем усиления изображений. Некоторые считают, например, что инопланетяне появлялись в Египте в 3524 году до нашей эры и помогли египтянам строить пирамиды. Вы знаете, я думаю, что египтяне в 3524 году до нашей эры были в состоянии ставить одни большие глыбы на другие. Так ведь? Если бы египтяне вдруг обзавелись сотовыми телефонами или чем-то подобным, тогда я бы сказал, да-да, без вмешательства не обошлось. Однако, хотя подполковник Филипп Корса фигура спорная, его идеи противоречивы, а его предсказания безосновательные, тем не менее, его вклад в легенду и знания об НЛО невозможно недооценить. Военные, Пентагон, правительство Соединенных Штатов не наделяют такими полномочиями просто так. Этого человека высоко ценили и очень уважали. Ну, что мне терять в моем возрасте? Я должен донести это до моих детей, внуков, потому что я не знаю, сколько еще протяну. А вы знаете? Должно быть много, много дней напролет Филипп Корса повторял сам себе, «Ну, почему я? Почему именно я располагаю всей этой информацией?» И я думаю, это мучило его на протяжении всех этих лет. Мой папа часто говорил, что сегодня известно лишь 10% этой истории. Остальное по-прежнему держится в тайне. Субтитры сделал DimaTorzok